Приветствую вас, я отчасти соглашусь со своим коллегой, отчасти соглашусь со своим коллегой, вот, и скажу, что, да, действительно, работать вот в таком формате, да, вот, ну, как вы выбрали, с такой сложной, достаточно сложной проблемой, какой вы описываете, наверное, не самый лучший расклад, потому что, как бы, ну, очень мало шансов, что будет действительно достигнут какой-то результат, очень мало на это шансов, вот, поэтому здесь в том, что нужно работать более конкретно, более приватно, более целенаправленно, да, более узконаправленно, ну, здесь, на самом деле, да, все так, вот, что касается самого сути вопроса, да, вы пишите, я не могу доверять своему молодому человеку, понимаете, какое дело, София? Одно дело, если вы не могли доверять своему молодому человеку изначально, да, изначально ваши отношения, они вот выстраивались вот так, что вы вот не могли доверять ему, не могли ему доверять, то есть вы всегда его в чем-то подозревали, всегда казалось, что он делает что-то не так, вот, но при этом доказательств того, что он действительно вам изменяет, список другой, у вас не было. В этом случае можно говорить о навязчивых мыслях, например, навязчивые мысли измены, да. В этом случае можно говорить о параноидальных мыслях, причем не стоит рассматривать параноидальные мысли, как аналог какой-то, например, болезни или чего-то еще, нет, ни в коем случае, параноидальные мысли это, в общем-то, свидетельство того только, что в чем-то где-то вы чувствуете себя в небезопасности, в чем-то где-то вы чувствуете себя, ну, незащищенно и вы настолько вот привыкли к тому, что вы незащищены в той или иной ситуации, да, вот, что научились вытеснять свою необходимость, так-таки работают именно над защищенностью своей собственности, вот. То есть параноидальные мысли, по факту, они лично демонстрируют вам, что где-то что-то вы упустили, да, где-то, в чем-то, в чем-то вы полагаете, может быть, на, ну, на другого человека, именно на другого человека, больше, чем это нужно, больше, чем это необходимо, вот. Если это, ну, действительно так, если это действительно так, то вот именно с этого вам и нужно, наверное, начинаться, да, для того, чтобы перестать полагаться на других людей и больше полагаться все-таки на себя, потому что, ну, это единственный способ, единственный способ для вас выстраивать адекватные отношения с людьми, которые вас окружают. Так же, так же, в случае, если недоверие у вас к мужчине было изначально, можно говорить о том, что вы сами себе не доверяете, что вы сами на себя не полагаете, что вы, может быть, в какой-то степени сами, может быть, себя боитесь, что вы сами себя избегаете, что вы сами в себе что-то отвергаете и так далее. Да, то есть, отсутствие доверия к себе здесь играет очень важную роль, да, то есть нельзя устраивать отношения с кем-то, если вы не доверяете, ну, вот, собственно, сами себе, да, то есть, если доверия к самой себе у вас нет, то вы не сможете никак, а, значит, не с кем выстраивать отношения, вот, к сожалению, вот. А так же здесь есть такие вот признаки не очень хорошие, того, что вы не уверены в себе, что вы, возможно, боитесь одиночества, вот, и, что, возможно, вы не чувствуете собственной значимости, то есть вы не чувствуете, что вы важны, вы не чувствуете, что вы ценны, этого у вас как будто бы нет, вот. И таким образом получается, что недостаток этого вы пытаетесь компенсировать за счет мышины, вот. Что как, ну, что как правило, да, и делают люди, которые, вот, подозревают или играют в игру попался секенсит, например. Вот, вы можете сами про эту игру почитать, она так и называется, вот. И вы увидите, увидите, что в ее основе, в основе этой игры, лишит, как правило, подсознательный страх человека перед близостью, то есть вот, с близостью человек хочет, ну, с другим, например, вот вы хотите, с близостью, с близостью человек хочет, а возможности такого у него нет, близостью человек боится, потому что, например, в вашем случае близость, так или иначе, по-вашему, ну, например, даже, к бессознательному представлению близость принесет вам какую-то болезненность, какую-то, может быть, боль, разочарование, негатив, вот. То есть, на самом деле, об отношениях и о близости речь как таково не идет. То есть, речь идет вообще о немного других вещах. Ну, вопрос заключается о том, понимаете ли вы это? Вопрос заключается о том, что вы отдаете ли вы себя от чего-то. С другой стороны, если молодой человек начал вести себя подозрительно, ну, условно говоря, да, подозрительно, если молодой человек начал вести себя подозрительно, спустя какое-то время, только, лишь, то есть, начало все было хорошо, а потом вдруг, вот, вы увидели, почувствовали, что что-то изменилось, например. Что-то, это немножко другая сторона уже. И это уже нужно смотреть под другим углом. Вот. То есть, здесь нужно уже смотреть именно под тем углом, а что изменилось в ваших отношениях, если изменилось. Ну и тогда, понимаете? То есть, я надеюсь, что вы отдаете себе отсчет сейчас в том, что разные взгляды есть на ситуацию. И каждый из этих взглядов имеет, как бы, ну, вероятность реальности. Поэтому сначала нужно понять, а что реально? Вообще, вот, что реально? И если дальше, после этого и следовать. Вы говорите, я все равно не могу ему довериться. Понимаете, в чем дело? Не могу ему довериться, вот эта фраза, не могу ему довериться. По сути, выглядит, ну, не выглядит даже, это было бы, наверное, неправильно сказать, а звучит эта фраза так, что я хочу на тебя переложить ответственность всю, или в чем-то я хочу переложить на тебя ответственность. За себя, к примеру, за то, что мне важно, за то, что я хочу. Ты этого не позволяешь мне, и я из-за этого злюсь, из-за этого мне вот, ну, из-за этого мне плохо. Вот так это выглядит. Так это звучит. Понимаете? Поэтому я, честно говоря, не думаю, что это хорошее направление в отношениях. Да, то есть, вот, как бы, ждать от человека того, что вы можете, ну, сможете ему полностью доверить. Вот. Потому что полностью доверяться нужно себе. Полностью доверять вы можете себе. Вы не можете полностью доверять другому человеку, ну, в каком-то, знаете, абстрактном смысле этого слова. Не можете этого, не можете. Себе нужно доверять, в первую очередь. И вот тут, как бы, уже и возникает вопрос, а как у вас обстоят дела? Значит, с собой. Как у вас обстоят дела с собой? Как у вас обстоят дела с принятием себя, например? Тогда вот это нужно исследовать. Я так полагаю. Это нужно исследовать. С этим нужно работать. И вот если, если мы с этим будем работать, то я думаю, что все станет на свои местах, что будет понятно для вас, что будет понятно. И проблем не будет, не будет. Как таковых. Вот. Вот так можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Так, из-за этого отношения угасает, я очень его люблю и не знаю, как бороться с этим. Есть точно два вопроса, Софья. Вы говорите, что вы любите его, как проявляется ваша любовь? Это первое. Второе. Вы говорите о том, что значит, ну, что вы любите его, а вы говорите, что не знаете, как это бороться. Бороться с чем? Бороться как? Так. Как бороться происходит? Через подавление себя? Через подавление своих чувств? Это не борьба. Лучше себя таким образом вы не делаете. Так что, а как часто вы боретесь вообще со своими чувствами? Как часто вы пытаетесь их править? Ну, вообще. Свои чувства. Вот. Понимаю. А для чего вы это делаете? Понимаете ли вы сейчас таким образом, вы стыдитесь своих чувств. Если вы стыдитесь своих чувств, значит, вы не принимаете их. Ну, не принимаете свои чувства. А если вы не принимаете свои чувства, то вот, вот, собственно, вот. Отсюда и ваши трудности, отсюда ваши проблемы возникнут. Ну, которые вы описываете. И можете ли вы, находясь в таком состоянии, любить человека? Ну, лично я думаю, что нет. Лично я думаю, что не можете любить. К сожалению. Потому что, чтобы любить кого-то, нужно, сперва, принять себя. Себя вы не принимаете, так. Соответственно, возникает сомнение в том, что вы любите себя. Ой, если вы можете любить другого, то вы можете любить другого партнера. Вот. А на этом всё. Надеюсь, что это было полезно для вас. Надеюсь, что это даст вам толчок к размышлениям. И к последующим обращениям к психологу для психотерапии. И, соответственно, решения, сперва своих проблем, а потом проблем в отношениях. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их личку. Я буду раз помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.